Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству здравоохранения принять все необходимые меры, дабы не допустить дефицита лекарственных препаратов первой необходимости. Особенно остро этот вопрос рассматривается на фоне сегодняшней негативной экономической ситуации. Как обстоят дела с резервом медикаментов в нашем регионе, мы узнали в областном Минздраве. Лекарственные препараты первой необходимости, они же жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, у нас подлежат строгому мониторингу. Ежемесячно данные об этих препаратах и о их наличии выгружаются на федеральный сайт Росздравнадзора. Это происходит по состоянию на 15 число. И вот по мониторингу на 15 января я сравнила информацию январскую с декабрьской. Я хочу сказать, что критичного снижения объема этих препаратов у нас не наблюдается. Импортозамещение лекарственных препаратов сейчас идет полным ходом. На территории нашей страны работают сразу три крупных фармацевтических завода, силы которых направлены на обеспечение отечественного рынка качественными российскими препаратами. В плане импортозамещения наши показатели гораздо лучше, чем в среднем по России. То есть в прошлом году у нас по лекарственным препаратам, которые мы закупаем для льготных категорий граждан, отечественные составили более 60%, по запрошлым 45%. Это намного больше, чем в среднем по России. Вот, например, показатель аналитики говорит о том, что в среднем по России на фармрынке отечественные препараты занимают всего 26%. У нас, сами видите, показатель намного больше. И есть надежда, что он и будет повышаться, потому что многие зарубежные производители локализовали свое производство в России, и у нас сейчас даже очень крупные фирмы имеют свои заводы, которые здесь пакуют и производят продукцию. Поэтому все-таки есть надежда, что ситуация с лекарственным рынком у нас будет стабильной. Еще один немаловажный вопрос – ценообразование. По словам специалистов, цены на жизненно необходимые лекарственные препараты сейчас приближаются к предельно установленным. Это связано с тем, что ряд препаратов импортного производства реализуется на нашем рынке практически в убыток. Есть отдельные моменты, и к нам люди периодически обращаются – повышение цен. Но вот я вам хочу сказать, у нас большинство таких обращений относятся к препаратам, не входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших. То есть вот эти препараты, они у нас, в общем-то, в достаточном количестве. Дело в том, что на эти препараты сейчас действуют предельные розничные цены. И у нас есть постановление уполномоченного органа по тарифам Рязанской региональной энергетической комиссии, которым утверждены предельные наценки – оптовые и розничные препараты вот этой группы жизненно необходимых и важнейших. И это постановление нигде не нарушается, оно четко соблюдается. У нас проводятся регулярные проверки наших лицензирующих органов. И за последние годы не было случаев нарушения вот этого постановления. Всегда цены укладываются в предельные розничные. Запланировала индексация предельных цен на препараты жизненно необходимые и важнейшие. И после этой индексации, которая по информации министра здравоохранения составит всего 5%, доступность этих препаратов будет гораздо лучше. То есть резкого скачка цен на жизненно необходимые лекарства не ожидается. И это не может не радовать. Особенно на фоне неумолимо дорожающих, также жизненно необходимых продуктов питания. Так что медикаментами впрок запасаться не стоит.